Теперь вместо десятков припаркованных машин пустая площадь. Проезд на пешеходную зону преграждают цветочные клумбы. Отныне стоянка здесь запрещена. Совсем скоро на проезжей части появится разметка и дорожные знаки. Останавливаться можно будет лишь туристическим автобусом для высадки и посадки пассажиров. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсяников поручил чиновникам правительства сделать специальные карманы для заезда. Зону высадки вы сделаете, чтобы не препятствовать движению, пока будут высаживаться пассажиры. Карманы. Да, карманы. А потом автобусы будут на стоянку. Покажете это? Парковать автомобили теперь можно будет на специальных площадках. Их строительство уже заканчивается. Новые парковки расположены между зданием Морского гидрофизического института и памятником матросу и солдату. Здесь должны разместиться около 250 автомобилей. В тот момент, когда чиновники правительства проверяли строительство новых парковок, на площади Вардбухте экскурсионный автобус не вписался в поворот суженной проезжей части и зацепил бампером новые клумбы пешеходной зоны. Результат – это царапина. На вопрос Дмитрия Овсяникова, что же будет на освободившейся площади Вардбухте, его заместитель Владимир Базаров предположил, что святое место пусто не бывает. По идее, как только появляется пешеходная зона, по идее кафе начинает выдвигаться своими столиками. Во-первых, они должны по уму, если нормально у них все с маркетингом и с пониманием потребителя, они должны сюда выдвинуть столики. Разве это плохо? Кстати, сами ответите, это плохо или нет? То, что здесь выставят столики, что здесь все гуляющие смогут посидеть. Мы решили спросить у севастопольцев. Ну, если заплатили, вот они и поставят. Неужели непонятно? Нет, нет, нет. Хватит нас баром. Зачем еще бар? Вон, тени стали. Вот это все бар. Они что, от сюда же когда переедут? Или как? Достаточно. Вон, парк пусть делает, и пишу под дозон. Ну, тень нам все равно нужна. Согласны? Конечно, нам же жарко здесь. На асфальте голым, конечно, будет жарко. Надо что-то накрывать чем-то. Раньше, как бы, здесь неухоженная была площадь. Это самый центр, все-таки он должен быть более как-то презентабельно выглядеть, правильно? Поэтому, наверное, правильно делают. Вот обратите внимание, как бестолково все сделано. Я так понимаю, что была идея, чтобы там люди отдыхали. То есть, ну, не приспособленно сделано, знаете, как вот для отписки. То есть, ни зонтиков нет, ни каких-то защитных моментов от солнца. Здесь люди отдыхать не будут. Дмитрий Овсяников заверил журналистов, что до 2018 года здесь будет проведена реконструкция. Появится сквер с фонтаном и тенистые аллеи. А вот развлекательных заведений, не вписывающихся в облик исторического центра города, здесь не будет. Мы находимся в стадии подготовки концепции данной территории. Как я и говорил ранее, мы в ближайший год-полтора переведем и сделаем красивый облик нашей арт-бухты. Это будет полноценная концепция, в которой мы учтем и облик близлежащих зданий, и будем разбираться с теми строениями, которые здесь находятся. Вписываются они в облик нашей арт-бухты и нашей площади или нет. Если не впишутся, они, конечно, останутся. Если нет, к сожалению, нет. Проезд к пляжу Хрустальный также будет закрыт. На набережной вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова появится пешеходная зона. По словам Дмитрия Овсянникова, правительство Севастополя своими действиями не планировало ухудшить транспортную составляющую центра. И если принятое решение создаст проблемы, правила организации движения через арт-бухту будут изменены. Что касается реконструкции артиллерийской бухты, Дмитрий Овсянников поручил правительству города при разработке концепции, которая станет основой технического задания, учесть все пожелания жителей города. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.